Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на нашем вебинаре, посвященном нашему решению Axelot TOS, управление контейнерным и портовым терминалом. Проведут его сегодня два человека. Меня зовут Сергей Кондрашов, мой коллега Василий Гайдамакин, ведущий консультант по системе управления Axelot TOS. План нашего вебинара незамысловат. Мы расскажем немножко о компании Axelot. Далее перейдем к описанию специфики учета контейнеров, транспортных средств и техники терминала. После чего обсудим особенности обработки транспортных средств и техники терминала. Тонкости организации обмена данными между системами Axelot TOS с другими информационными системами. Такими как системы управления транспортом, перевозками, а также системы позиционирования. Также вкратце обсудим особенности автоматизации терминала на примере компании Sibur. Итак, приступаем. Ключевые факты о компании. Компания Axelot образовалась в 1998 году. За 22 года мы обросли большим количеством сотрудников, на текущий момент их более 250, большим количеством проектов. Ежегодно мы выполняем более сотни проектов, соответственно, нетрудно посчитать, что уже там близко к тысячам. Проекты мы выполняем не только на территории Российской Федерации, но также и за ее пределами. В рамках нашей компании существует отдел сопровождения, который работает 24 часа 7 дней в неделю. Соответственно, клиенты, которым необходимо оказывать подобное сопровождение, могут обращаться на данную линию. За годы деятельности компании мы автоматизировали более 20 тысяч рабочих мест, разработав при этом 5 поколений систем класса WMS и 4 поколения систем класса TMS. Мы постоянно вкладываемся в инвестиции, более 10% от нашей выручки мы отдаем нашему отделу разработки и инноваций, благодаря чему, собственно, данные решения и появляются. Проекты по автоматизации мы выполняем согласно технологии, сертифицированной по международным стандартам качества ISO 9001-2015. Каждый пятый проект по автоматизации складской логистики у нас начинается с логистическим консалтингом. Что немаловажно, более 9 лет подряд мы являемся лидерами российского рынка по системам класса WMS, по объему продаж и количеству реализованных проектов. Наши офисы расположены в Москве, в Кирове и в Красноярске, что позволяет нам делать наши проекты и оказывать услуги сопровождения в режиме 24 на 7 в том числе. Я передаю слово Василию. Василий, приступай. Добрый день, коллеги. Спасибо за предоставленную возможность рассказать вам про наш программный продукт Axelot TOS. И, соответственно, мы начнем рассмотрение этого продукта с понятия по крупнотоннажным контейнерам. То есть это основной объект системы Axelot TOS, который предназначен для перемещения грузов. В текущий момент, соответственно, он используется как такая тара. То есть тара, можно сказать, есть в терминологии WMS систем. Это возвратная тара. Но с учетом того, что это система Axelot TOS и это крупнотоннажный контейнер, в нем учитываются различные характеристики, которые очень актуальны для системы. И в дальнейшем они будут влиять на все перемещение контейнера, на его обработку. При приемке, при отгрузке, затарке, растарке. Соответственно, все эти характеристики системы заносятся для контейнеров. Они могут быть заведены как от внешних, соответственно, систем. То есть это могут быть системы через веб-портал, занесенные экспедитором и поклажидателями. Либо, соответственно, системы, которые это железнодорожные линии, транспортные, соответственно, логистика. И также характеристики, которые вносятся уже непосредственно на контейнерном терминале, которые уже вносятся непосредственно к контролерами, приема с датчиками. Соответственно, система эти все характеристики ведет. Дальше. Самая главная характеристика у контейнера, который вы видите, соответственно, на слайде, это его идентификация, то есть у него есть свой определенный номер, соответственно, этот номер наносится на все крупнотоннажные контейнеры, он присутствует, как, соответственно, на фронтовой, соответственно, половине контейнера, да, на дверях также есть и, соответственно, с боку, сверху и так далее. Помимо этого номера, соответственно, есть еще дополнительные характеристики, это может быть там грузоподъемность контейнера, его масса контейнера и, соответственно, другие характеристики, вот, соответственно, по контейнеру номеру мы знаем, что в нем есть там такие элементы, как код владельца, идентификатор категории, регистрационный, серийный номер и контрольное число. Соответственно, все эти данные система ведет, то есть заносится наименование контейнера, где присутствуют эти все символы, цифры и, самое главное, контрольное число. Это является средством контроля достоверности кода владельца и серийного номера. Соответственно, система Чело ТОСС наша умеет, соответственно, это контрольное число проверять и идентифицировать. Соответственно, на примере нашей системы мы это видим, соответственно, в карточке контейнера. Вот, соответственно, эта проверка происходит при записи нового контейнера. Эта запись может происходить как при загрузке из внешних систем, так и вручную, оператором, соответственно, любым способом. Для этого в системе есть настройка в константах, которая позволяет проверять контрольные символы при загрузке и при записи этого элемента. Вот, на примере системы мы можем примерным показать, как это выглядит. Вот, сейчас мы это увидим. Вот, соответственно, у нас есть в системе TOS справочник контейнеров, в котором, соответственно, всю информацию они хранят, и мы можем посмотреть любой контейнер. Вот, вы увидите данные по этому контейнеру. Вот, у нас, соответственно, вот этот информационный номер серийного контейнера, где есть соответствующие символы, цифры, и попробуем мы, допустим, в этом контейнере поменять последнюю цифру контейнера на 8. Попробуем записать его. Вот, видим, что система у нас оповещает о том, что он именованный неверный символ, и даже подсказывает, что в данном символе должен быть символ цифрка 9. Вот, система это проверяет, инфицирует, и, соответственно, какой-то контейнер, который не существует в природе, да, который нет у владельца, или какой-то попытались внестрить оператор вручную, либо перебили номера, то есть система такого допустить не даст. Для этого мы возвращаем контейнер, соответственно, контрольное число правильное, и нажимаем записать. Все, отлично, контейнер записался, никаких, соответственно, нареканий по этому поводу нет. Вот, это что касается проверки контрольного символа. Дальше нас будет интересовать такая, соответственно, вещь контейнера, как это размерность. Размерность ведется в системе XILOTOS не только по контейнерам, она ведется по всем объектам системы, которые работают с этими контейнерами. То есть это у нас ТЭО, да, универсальная такая контейнерная единица измерения, она установлена международными стандартами и соответствует 20-футовому контейнеру. То есть отталкиваясь от этой единицы, один ТЭО равен 20 футов, в системе ведется весь учет и контейнеров, и техника терминала, то есть различные перемещения контейнера. Приемка производится с учетом того, что в каком размере именно приходят контейнеры, гружаются, перемещаются. То есть они могут, контейнеры, по сути, по типу разные, да, то есть там могут быть хайковые, могут быть чуть шире, чуть меньше, но по сути они все как бы имеют международную такую стандартную типизацию, это в ТЭО. Для этого в системе как бы облегчается его оборот и учет операций с данными объектами системы, как контейнеры, техника терминала и сам терминал, то есть ячейки терминала, тоже они унифицированы под этот стандарт ТЭО. Соответственно, размер ТЭО, допустим, есть у нас 40-футовый контейнер, как в данном случае, то размер контейнера, соответственно, это 2 ТЭО. Если будет там 60-футовый, 80-футовый, соответственно, будет 3-4 и так далее. Это то, что касается у нас про размеры контейнеров и объектов системы. Следующее – это типизация контейнеров, да, то есть у нас есть определенные типоразмеры, то есть не совсем у нас, это международные типоразмеры контейнеров, которые заведены, и, соответственно, система их учитывает. Для унификации этих типов контейнеров в системе существует унификация по ISO коду, да, то есть у типовразмеров контейнеров есть единая система учета по ISO, которая, соответственно, состоит из элементов – это длина, тары, высота, ширина, код, тип, характеристики, и все это умещается в системе в четыре символа международные, да. Вот, как и на данном примере, на нашем слайде, это 45G1, это соответствует 40-футому контейнеру, хайкуму. Вот, соответственно, система умеет контролировать этот типоразмер, и поэтому ISO коду в системе учителяется типизация контейнеров. Мы можем на примере показать, как это у нас сейчас влияется в мобильном клиенте, да, мы можем, соответственно, это посмотреть. Вот, мобильный клиент, соответственно, Axelotos у нас… Так, сейчас вот так мы закроем. Так, представлено в таком виде, мы посмотрим, как, соответственно, инвестируется тип контейнера по ISO кодам. У нас есть задача на финальный осмотр контейнера, где помимо основной характеристики, который предоставляет экспедитор, мы вносим, соответственно, с помощью мобильного приложения, вносит контролер приема датчик данные по характеристикам контейнера. Вот, в данном случае мы видим задачу на то, что нужно, соответственно, пройти финальный осмотр контейнера, внести все необходимые его характеристики. Вот здесь есть у нас, соответственно, ISO код контейнера, а прием из датчика выбирается, то есть на планшете какой ISO код контейнера, и автоматически система понимает, какой это тип контейнера, вот, для того, чтобы систему внести. То есть эти типы контейнеров, они могут приходить из внешних систем, ну, мы как система, либо стивидерная компания, да, другие компании, которые имеют контейнер-терминал, не всегда доверяют этим типам, соответственно, данным по контейнерам, соответственно, их при финальном осмотре все-таки нужно перепроверить и внести в систему. Вот, система у нас это позволяет делать, идентифицировать, и, соответственно, принимать тот контейнер, который действительно по размерам, правильный, по международным стандартам к нам на контейнерный терминал пришел. Вот тут, думаю, понятно. Вот следующее, что нас будет интересовать, это характеристики контейнеров, которые мы, как бы, упомянули в начале вебинара. Вот, на данном слайде мы можем подробно увидеть, что у нас есть, помимо инвестиционного номера, типа контейнера, размера контейнера, такие данные, как по собственнику, да, то есть мы знаем, какой собственник, соответственно, этого контейнера, какой экспедитор контейнера, знаем, соответственно, такие характеристики контейнера, как масса, грузоподъемность, но эти данные все же, они вносятся, соответственно, на финальном осмотре, да, соответственно, для того, чтобы удостовериться, что действительно контейнер не потерял свою массу, да, не произошла там усурка какая-то при доставке этого контейнера, да, вот, и грузоподъемность там не изменилась, потому что могут быть какие-то повреждения контейнера, что может повлиять на эти данные. Вот помимо этого, соответственно, ведется учет статусов по контейнеру, то есть он может быть, соответственно, прийти годный, может быть там условно годный с каким-то повреждением, опять-таки повторюсь, либо, соответственно, бракованный. Соответственно, в графе статус, в параметре мы это можем, соответственно, увидеть. Также эти данные, соответственно, заносятся приемным датчиком на финальном осмотре. Помимо таких основных характеристик, также система умеет обрабатывать, соответственно, таможенное оформление контейнеров, то есть если данные из внешних систем приходят, что необходима таможенная очистка данного контейнера, то мы видим, что активен флаг таможенной очистки. И в дальнейшем, когда система будет обрабатывать этот контейнер, соответственно, учитывается при размещении и дальнейшей их обработке, если есть такой флаг необходимой таможенной очистки, то система не даст дальше перемещать этот контейнер, пока не произведется таможенная очистка. Также система умеет помимо этого обрабатывать опасные грузы, есть классикация опасных грузов по различным, соответственно, классам, взрывоопасным, химическим, соответственно, грузам и так далее. И, соответственно, в контейнере, если у нас приходит какой-то груз, есть краткое описание, что же в этом контейнере есть. В дальнейшем, когда будет производиться уже обработка этого контейнера после приемки, это затарка-растарка, мы можем увидеть уже непосредственно данные, которые, соответственно, отображают номенклатурный состав контейнера, партионный состав контейнера. Это мы чуть попозже увидим. То, что я хотел сказать, в принципе, про основные характеристики. Вот эти все характеристики контейнера, они не просто так системно заведены, да, для того, чтобы посмотрели, да, как бы сообщили клиенту нашему, экспедитору, да, все эти характеристики есть, все красиво, все замечательно, но эти характеристики в системе влияют на стратегии размещения контейнеров и отбора. То есть как они будут, соответственно, размещаться на контейнерном терминале для того, чтобы не происходила перемешка этих контейнеров, то есть чтобы было все красиво разложено, да, то есть контейнера, допустим, стояли по экспедиторам. Годные контейнера в одном месте, соответственно, контейнерные площадки, бракованные в другом месте и так далее. Это то, что касается характеристик. Следующий объект системы, второй, который в системе у нас учитывается, это транспортные средства. Тоже учитывается как отдельная номенклатурная позиция нормативно-справочной информации. И по транспортным средствам, соответственно, мы также ведем этот учет. То есть так же, как карточка контейнера, мы ведем учет этих транспортных средств. Они могут быть у нас различными по виду. Это могут быть как железнодорожные, соответственно, транспортные средства, то есть платформы железнодорожные. Это может быть авто, то есть внешнее авто, которое приезжает, привозит контейнера и забирает, на которые происходит выводка. И также морские судна. То есть все эти три типа транспортных средств системы в село ТОС учитывают. Также, соответственно, эти транспортные средства, как и номера контейнеров, тоже идентифицируются, проверяются. Контрольные символы аналогичные контейнеру. И ведется различный учет также по типоразмерам, в ТЭО, в ФОТах. И имеют также характеристики, как и контейнер по собственникам, экспедиторам, статусам, порожник, груженый. То есть система это все позволяет вести учет. На примере транспортного средства в системе мы можем это посмотреть. Вот, сейчас мы это увидим. Вот, соответственно, в Аксилотус есть справочник транспортные средства. Вот здесь, соответственно, на этом справочнике мы видим все транспортные средства, которые в систему могут приходить по интеграции, либо заведены вручную. Рассмотрим какую-нибудь, допустим, средорожную платформу на примере этой. И, соответственно, в системе ведется такой учет характеристик, где можно заполнить вручную или по интеграции. В принципе, характеристики аналогичны контейнеру. Единственное, соответственно, здесь еще учитывается состояние платформы. То есть она может приходить негодная, в данном случае, но означает неосмотренная. Потом, соответственно, когда уже в дорожной линии вагоники РЖД, например, осматривают эту платформу, это состояние будет меняться. Мы это посмотрим. И, соответственно, по транспортным средствам можно в любой момент, соответственно, посмотреть по остатке, да, по платформе, то есть какие контейнера имеются на данном транспортном средстве, вот, с какими характеристиками эти контейнера, на каком же Д-пути. Вот, также можно посмотреть данные по станциям, то есть через какие станции проходило данное транспортное средство и посмотреть данные, которые приходят из-за травмы, это по дате раскредитации. Вот, все это можно увидеть. Это что касается транспортных средств, я думаю, здесь понятно. И, соответственно, перейдем к следующему слайду. Это у нас будет интересовать железнодорожный фронт. Вот, соответственно, любая задача системы, да, будь это складская система, либо транспортная система, либо, соответственно, как в данном случае, наша ТОС. Задача является основной, это минимизация простоя, как транспортных средств, техники терминала, контейнеров, для того, чтобы ускорить, ввиду того, что клиенты многие, да, хотят, чтобы происходила быстрая обработка, чтобы зачастую контейнерные терминалы предъявляют услуги по хранению этих контейнеров, чтобы клиенты, соответственно, не уплачивали большие суммы. Соответственно, система ТОС заточена на то, чтобы минимизировать простой этих всех объектов системы. В данном случае у нас интересует железнодорожный фронт, и минимизация простой этих железнодорожных платформ в системе выполняется за счет отслеживания дислокации этих платформ. Она отслеживает как на подходе, так и на терминале, на подкрановых путях. Также, соответственно, помимо дислокациям, возможно, выполнять какие-то обработки с этой системой, то есть планировать подачи заранее, видеть дислокацию этих платформ на станциях, на подходе, планировать выполнение досмотровых, покрушенных работ, когда уже платформа непосредственно находится на терминале, чтобы автоматически система рассчитала минимальную, соответственно, их разгрузку, погрузку этих платформ, того, чтобы их обработать. И также это планирование выводки терминала, то есть заранее система позволяет запланировать выводку как порожних, соответственно, раздавленных платформ, так и груженных, погрузить на них контейнера, заранее спланировать время и обеспечить минимально простой этих транспортных средств на вашем контейнерном терминале. Зачем же выполняется такая минимизация простоя? Все просто. В Axelotus есть рабочее место диспетчера ЖД, который позволяет и минимизировать этот простой, и позволяет отреживать вот эти все дислокации и выполнять обработку уже дорожных платформ. Давайте на примере системы посмотрим, как это выполняется. Вот мы увидим, соответственно, рабочее место диспетчера ЖД. Соответственно, вот в таком виде представлено рабочее место диспетчера ЖД. Вы на нем прекрасно видите, что можно посмотреть, на каких станциях находятся, в каком количестве платформы контейнера, и в основной форме можно увидеть, соответственно, какие платформы, с какими характеристиками, с какими контейнерами, они, соответственно, присутствуют на той или иной станции. То есть заранее на подходе, еще не имея этих железнодорожных платформ, то есть еще не подданных им контейнерный терминал, мы можем увидеть, в каком состоянии. То есть здесь, видите, у нас состояние есть новое, ожидает подача, запланированное. Что эти статусы означают? Новое, это значит просто созданное клиентом через веб-портал либо по интеграции системы, да. Соответственно, запланированное, это когда создан план подачи на этих платформ от контейнерного терминала, да. Мы знаем о том, что данные платформы в ближайшее время, соответственно, будут поданы на контейнерный терминал. Если ожидают подачи, это значит, соответственно, внешние системы, железнодорожные линии уже подтвердили ваш план подачи железнодорожных платформ, и точно эти платформы, уже подтвержденные железнодорожные линии, они точно придут на ваш контейнерный терминал. Давайте попробуем, соответственно, увидеть, как планируется подача платформ. Мы можем отобрать, допустим, по транс-контейнеру платформы и увидеть, соответственно, что у нас есть платформы, которые с контейнерами, без контейнеров, да. Вот, и, соответственно, давайте Евросиб я все-таки решил, нежели нам использовать транс-контейнер. Почему бы нам и не использовать Евросиба? Вот тут у меня есть красивые такие платформы с контейнерами, то есть по два контейнера, мы видим, что типоразмер у них 80-футовый, значит, они идут, скорее всего, с двумя 40-футовыми контейнерами каждой платформы. В данном инструменте, соответственно, мы можем выделить эти платформы, то есть обычным, соответственно, выделением мы выделяем эти платформы и говорим, что мы хотим эти платформы запланировать на подачу на контейнер терминал. Вот здесь у нас есть инструмент планирования подачи платформ, открывается форма, в которой занозятся все данные по планированию подачи. То есть вводится плановая дата подачи, когда мы хотим подать эти платформы, допустим, в сегодняшнее время, в 12.00. В заявках на поступление платформы, соответственно, заполняется, на какой же депут подачи мы хотим их, соответственно, распределить. Можно, соответственно, на один путь подачи, либо на несколько путей. Допустим, нас будет интересовать 107-й путь. Также можно заполнить тип подачи, то есть под что будет подаваться данная платформа. То есть либо мы только разгружаем, либо мы хотим разгрузить и сразу же погрузить на эти платформы контейнера. Тоже можно заполнить. И также можно выбрать, какой исходящий поезд. Соответственно, нас интересует по данному, соответственно, плану подачи. Есть возможность добавить какие-то комментарии, то есть вручную оператор системы может это заполнить, и все это может, соответственно, передаваться, распечатываться по интеграции и так далее. Вот, все данные мы заполнили, нажимаем «Планирование». Вот, все. План подачи у нас подтвержден. И, соответственно, в рабочем месте диспетчер «ЖДА» мы автоматически видим, что у них пиктограммой появился статус, что она запланирована, да, и автоматически обработчик событий, соответственно, нашей данной платформы, запланировал то, что мы хотим их видеть на контейнер-терминала. Вот в таком виде происходит отслеживание дислокации железнодорожной платформы на подходе, да, и планирование каких-то выполнений операций с этими платформами. Дальше перейдем, соответственно, к рассмотрению того же рабочего места диспетчера «ЖДА». Но только в этом рабочем месте диспетчера «ЖДА», уже когда нашли дорожные платформы прибывают на контейнерный терминал, мы можем, соответственно, уже не только их планировать, но уже обрабатывать, то есть их разгружать, осматривать и грузить контейнерами, которые, соответственно, хотим отправлять с контейнерным терминалом. Вот, то есть также здесь отслеживается в рабочем месте дислокация по «ЖД-путям», по заполненности на каждом «ЖД-путям», в каком порядке эти платформы находятся на «ЖД-путям», что немаловажно, да, для операции погрузки-разгрузки с учетом работы техники терминала, статус обработки и различные характеристики этих платформ также отображаются, которые приходят от внешних систем. Вот, давайте посмотрим, как это в системе у нас выполняется. Вот, для этого в рабочем месте диспетчера «ЖДА» мы автоматически переключаемся на вторую вкладочку, и это у нас на «Путях». Вот, здесь мы видим, соответственно, все статусы платформ, да, в данном случае вот у нас есть на 106-м пути, показывает вместимость, да, в условных вагонах, вот, соответственно, максимальная вместимость, сколько на текущий момент вместимость в условных вагонах, и также в единицах платформ, 11 платформ, и, соответственно, процентное соотношение, насколько этот «ЖД-путь» заполнен. Вот, соответственно, видите, все статусы разные. Ожидает разгрузки, это значит, они прошли предварительно осмотры, либо, если выполнено, это значит, уже разгружено, эта платформа готова как до выводки, либо можно на нее производить погрузку, либо есть вот в статусе «Выполнено», но, соответственно, с такой черной заливкой пиктограммы, это называется «Погружено», то есть на данную платформу уже погрузили два контейнера, то есть мы видим здесь как полные контейнеры, так и, соответственно, уже погруженные контейнеры на платформы. Соответственно, давайте попробуем подать подачу на 107-й путь. У нас есть такой документ, как фактическая подача, она может загружаться по интеграции железнодорожных линий. Вот, мы видим вот такой, соответственно, документ, что на 107-й путь мы планируем подать 8 платформ. Да, мы согласны, вот, и автоматически, когда вот этот документ обработается в рабочем месте диспетчера ЖД, мы увидим, что у нас на 107-м пути появились какие-то цифры, да, интересные. Вот, мы можем зайти и увидеть, что на железнодорожном пути 107-м у нас появились 8 платформ. Это означает, что по физике, в принципе, и по логике системы должно совпасть, что вы видите на контейнерном терминале, что у вас на 107-м пути в данном случае прибыли вот эти платформы. Пожалуйста, их можно обрабатывать и выполнять операции. Вот. Какие же операции возможно делать? Первоначально это предварительный осмотр, то есть у нас статус прибыло, и мы попробуем, соответственно, выполнить предварительный осмотр в нескольких платформах с помощью нашего мобильного клиента Axelotos. Вот, для этого давайте мы увидим с финального осмотра. Вот, и, соответственно, у нас есть предварительный осмотр. Вот, видим, что у нас есть предварительный осмотр. Видим, вот, наш есть 107-й путь, который мы до этого рассматривали. Там осталась часть каких-то платформ еще не осмотренных. Есть 107-й путь. Это наш путь, который мы осматриваем. Здесь мы прекрасно видим все платформы и видим количество контейнеров, которые необходимо, соответственно, осмотреть. Вот, пожалуйста. Мы, соответственно, можем выполнять этот осмотр предварительный. Это выполняет приема с датчик на контейнерный терминал. Он указывает, соответственно, какие контейнера присутствуют на данной платформе. Соответственно, если контейнера там по порядку на платформе стоят в другом порядке, то это можно развернуть в любой момент, да, поменять порядок этих платформ. Вот, все данные о платформе видно, на каком пути она стоит, номер ее, собственник, экспедитор и так далее. Вот. Нажимая кнопочку «Подтвердить», приема с датчик говорит о том, что данная платформа осмотрена. Автоматически, сразу же, не выходя из задачи, подставляется следующая задача по порядку, соответственно, составе этих платформ на путях. Вот. Дальше он, соответственно, выполняет предварительный осмотр. Следующий, следующий, следующий платформ. В принципе, вот в таком виде происходит предварительный осмотр. Да. Вот. Дальше мы можем выйти отсюда и, соответственно, посмотреть, что автоматически у нас меняется статус у наших осмотренных платформ, если они прошли предварительный осмотр. То есть они становятся, ожидают разгрузки. Вот. Дальше, соответственно, с ними могут обрабатываться операции по непосредственной разгрузке этих платформ. То есть тут вступает уже в работу рабочее место ричстайкера, либо кранщика. Вот. И мы на примере, соответственно, рабочего места кранщика можем, допустим, разгрузить парочку контейнеров, да. Давайте посмотрим, как это выполняется в системе. Соответственно, у нас есть рабочее место, которое открывается в брендере, да, на любом мобильном терминале, вот, соответственно, в системе. Вот. Сейчас мы перезайдем. Вот. Так. Вот. Заходит обычно это кранщик, либо ричстайкер, да. Начинает работу. И мы выбираем, на каком, соответственно, мы будем работать кране. Для этого, соответственно, у нас есть кран, допустим, 102. Вот. Мы видим автоматически, что те контейнеры, которые мы прошли предварительный осмотр, автоматически они у нас уже подготовлены, соответственно, к разгрузке, и мы можем их разгружать. Вот. Пожалуйста, можно выполнять операцию по разгрузке этих контейнеров. Как это выполняется? Ну, допустим, кранщик автоматически, соответственно, подставляется задача первая, да, и у нас отображаются данные, откуда, соответственно, нужно этот контейнер забирать. То есть справа мы видим, что со 107-го пути нужно забирать, с какого ряда на 107-м пути, вот, и, соответственно, мы выполняем перемещение контейнера. По интеграции данные о перемещении контейнера передаются в систему, соответственно, ТОС, и для этого вы сейчас увидите, как происходит это автоматически. Я сейчас за место крана попробую стимулировать действия с джойстиками на кране, да, либо могу передать в живое управление, чтобы попробовал, ну, будем доверять лучше мне. Вот. Сейчас я выполняю перемещение. Можно было бы и мне, конечно, да. Я думал, что я бы справился. Ну, для этого нам нужно, думаю, сдать права на управление машинистом крана. Вот. Ну, попробуем сейчас это увидеть. Видите, я передвигаюсь, да, сейчас я вправо передвигаюсь, крана у меня едет. Вот. Я нахожусь на жилой пути и еду по координатам. Именно меня интересует 47 метров 25 сантиметров. Вот. Я почти приближаюсь. Стрелочка у меня автоматически переключается. Флаг подтверждения. Да, все прекрасно. Вы там находитесь. Нанизу мы видим, что у нас контейнер, который мы хотим снять. Да, все отлично. И система говорит, да, пожалуйста, забирай этот контейнер. Я на кране нажимаю «Взять контейнер». Все, автоматически этот контейнер у меня взялся. И дальше система мне предлагает, пожалуйста, перемести в ячейку RI1. То есть это зона досмотра, да. Мы можем, соответственно, переместить этот контейнер в зону досмотра, которую нам система предлагает. Вот. Для этого мы передвигаемся чуть-чуть левее, да. И, соответственно, двигаемся в зону досмотра на 5 метров, да, от железнодорожного пути для того, чтобы опустить этот контейнер. Вот. Чуть-чуть я переехал. Вот. В данном случае я приехал. Все. Система показывает стрелочкой вниз. То, что, пожалуйста, этот контейнер. Можно опускать в данную ячейку. Вот. Пожалуйста, его размещайте. Все. Автоматически я разместил этот контейнер. Вот. Соответственно, в системе это записывается. Все. Этот контейнер у нас из списка задач уходит. У нас остаются все остальные задачи, которые, соответственно, есть еще в дальнейшем. Как только прием из датчиков в предыдущем, да, мобильном клиенте выполняет предварительный осмотр каждой платформы, то есть появляются эти задачи на перемещение, их с платформы. В дальнейшем, соответственно, после финального осмотра этих контейнеров дальше появляется перемещение на, соответственно, в сток, когда уже контейнер осмотрен, то есть он является каким-то угодным, неугодным, то есть система будет предлагать перемещать этот контейнер в зону угодных контейнеров или неугодных. Это то, что касается, соответственно, нашего рабочего места экрана щека и того, что мы посмотрели это рабочее место диспетчера ЖД, мы, соответственно, увидим, что у нас разгрузился один контейнер. То есть вот контейнер у нас здесь было два, сейчас разгрузился один. Система все это отображает в режиме реального времени, все это учитывает. Следующее, что мы хотим посмотреть, помимо рабочего места диспетчера ЖД, это нас будет интересовать морской фронт, да, то есть помимо минимизации простой жизнедорожной платформы, система КСЛОТОС умеет учитывать минимизацию простой морских суден. Тоже у нас отслеживается эта дислокация судна как на рейде, на терминале, возможно, планировать прибытие этих суден, планирование погруженно-разрушенных работ и планирование отхода с терминала. За счет чего же это выполняется в системе КСЛОТОС? То есть вообще просто это есть такой документ, соответственно, оперативный, это судозаход. В этом документе, соответственно, отображаются все данные по судну, то есть кто владелец этого судна, капитан, в каком предыдущем порту он был, в какой следующий порт он поедет, номер рейса, на каком причале, соответственно, планируется, для того, чтобы он был подан. Вот, система все это обрабатывает, и также, соответственно, эти данные могут заноситься по интеграции как от морских линий, так и, соответственно, сноситься в систему операторам, да. Вот, на примере системы КСЛОТОС мы тоже можем это увидеть. Вот, соответственно, сейчас покажу, как у нас производится учет морских суден в системе КСЛОТОС. Вот, для этого вот у нас есть судозаходы документа, да, тут можно сгруппировать их по причалам, например, как я сгруппировал, и вот у нас есть запланированный, соответственно, судозаход, есть судно, которое планируется на прибытие, да. Для поинтеграции либо оператором назначается на рейд это судно, мы видим автоматически, что поменялся у него статус на рейде, также мы видим, соответственно, в судозаходах, соответственно, тоже все поменялось, ситуация с данным морским судном. Дальше он, может быть, прибыл уже, это судно, и дальше, соответственно, с ним могут выполняться погрузки на разрушенные работы с этим судном. Вот, кратко о том, как выполняется учет морских суден, в принципе, здесь понятно. Похожая ситуация с дорожными платформами, отслеживаются статусы, планирование подачи, прибытие, соответственно, разгрузки, погрузки и так далее. То есть тоже это все можно выполнять в системе Axi-Lock-Toms. Следующее, что нас будет интересовать, помимо объектов основных контейнеров, транспортных средств, это техника терминала. В системе ведется учет эти техники терминала, и так же, как и с контейнерами, транспортными средствами, тоже заточена система, ее главная задача – минимизировать простой этой техники, и сделать, соответственно, ее передвижения более оптимальными, более выгодными по времени и, соответственно, затратам на перемещение. То есть там затрачиваются какие-то данные по горючке, по передвижению, по водителю, по времени и так далее. Учет техники ведется тоже как отдельная маниклатурная позиция. Вы видите на данном слайде, что можно привязать к какому-то владельцу техники, может предприятие какое-то обладать техниками, модель техники, выбрать различные состояния, она может быть доступна, недоступна. Для недоступных, соответственно, техники терминала будут недоступны задачи. Соответственно, завести сотрудник, который должен работать над этой техникой терминала, если мы принудительно хотим назначить. С каким прицепным оборудованием тоже может работать техника терминала, тоже в системе все это заводится, отображается. Но вплоть до регистрационных и внутренних номеров все это в системе можно ввести и учитывать. Система это позволяет. То есть помимо тягачей, это могут быть как и речстайкеры, так и погрузчики различные. В системе этот справочник для этого предназначен. И здесь ведется также все характеристики, аналогично как и с контейнерами, транспортными средствами, внутри терминала уже с внутренней техникой. Следующее, что хотел сказать про управление, это техника терминала. То есть завести в справочники это хорошо, назначить у каких-то сотрудников, водителей, прицепное оборудование, а дальше что же с этой техникой, как ее автоматизировать для того, чтобы нам получить выгоду и сократить, соответственно, издержки на перемещение этих техники. Для этого в системе, представленном на данном слайде, учет как без системы, все выполняется. То есть отбор и размещение контейнеров, приемка, отгрузка, их перемещение на производство, обратно и так далее, может выполнять, соответственно, как с контейнером, так и холостой пробег. То есть вы видите, что выполняется операция, допустим, по приемке с контейнером, а дальше, соответственно, возвращается техника без контейнера и опять забирает этот следующий контейнер. Но для того, чтобы добраться до этого контейнера, он ехал почему-то с порожней, с холостым пробегом. Также это касается грузки контейнеров и перемещения на производство. Система позволяет минимизировать, соответственно, эти затраты и сделать так, чтобы этих холостых пробегов, соответственно, не было в системе. То есть не совсем, соответственно, чтобы они минимизировались, но чтобы их, по крайней мере, было минимальное количество, чтобы это не мешало, соответственно, работе терминала и выполнению основных операций по приемке, отгрузке, и затарки, растарки контейнеров. Для этого на данном слайде мы увидим, как, соответственно, эта система минимизации холостого пробега выполняется именно в системе КСИБЛОТОС, то есть короны, допустим, какое-то оборудование, рейштайкеры и так далее, которые выполняют перемещение контейнеров, они в любом перемещении ездят, соответственно, и выполняют операции по захвату перемещение контейнеров уже непосредственно к контейнерам, избегая холостых пробегов. Также это касается не только оборудование, которое выполняет перемещение именно на контейнерном терминале, но и тот, который доставляет на склад, на производство, да, то есть для того, чтобы техника тоже с холостым ходом, тягачи не ездили на производство без контейнеров, тоже система это позволяет минимизировать. Вот. Основными задачами, которые, соответственно, выполняются с контейнерами внутри терминала, да, помимо этого, это выполнение приемки и отгрузки, да, таких логических процессов целевых, да, затарки-растарки, это основной процесс, более как бы низкоуровневый, а это перемещение контейнеров. В системе возможно выполнять различные виды перемещения контейнеров, все они в системе инфицируются в журнале документов, у них у каждого из задач на перемещение есть определенный принадлежный своему, соответственно, целью, куда это выполняется перемещение, да, то есть определенный этап процесса перемещения. Это может быть как на финальный осмотр, как вот мы сейчас в предыдущем, соответственно, показе, да, на рабочей месте кронщика перемещали же за дорожной платформой, перемещали на финальный осмотр. Это как раз таки на финальный осмотр. Перемещение в сток, это уже после финального осмотра, на технику терминала, это уже погрузка для того, чтобы доставить контейнер не внутри контейнера, а уже на склад, на производство обратно. Есть перемещение на транспортные средства, это вот как раз таки касается морских суден, железнодорожных транспортных средств, мы можем перемещать на них. И, соответственно, это простые перемещения. Между ячейками могут либо какая-то раскопка контейнеров. Это все выполняется за счет простых перемещений. Вот для того, чтобы в системе все перемещения идентифицировать и их отсортировать, наша система их умеет вот так идентифицировать. Вот, соответственно, минимизация простой уже, соответственно, транспортных средств, повторюсь, техник терминала и контейнеров, помимо, соответственно, планирования подачи платформ, суден, соответственно, их выполнение погрузочно-разгрузочных работ, также и внутри терминала важно, чтобы было затрачено как можно больше, меньшее время на того, чтобы выполнялись какие-то операции по каким-то лишним перемещениям контейнеров, их было минимизированное количество. Для этого в системе у нас как бы и подразделяется, что есть целевое перемещение, которое мы на предыдущем слайде посмотрели, это на финальный осмотр в сток, и это является целевым перемещением, оно является более приоритетным для выполнения на любом мобильном устройстве, для любой техники терминала, и есть нецелевые перемещения, простые раскопки, которые, соответственно, выполняются, если по какой-то причине мы не можем целевой контейнер взять, либо, соответственно, простые перемещения, когда говорят там контейнер-терминалы, мастера площадки, допустим, мы хотим переставить этот контейнер отсюда сюда, по какой-то причине, соответственно, это могут быть тоже простые перемещения, но в целевом видении система, соответственно, решает вопрос именно по перемещению целевых контейнеров, для того, чтобы минимизировалось перемещение нецелевых контейнеров, чтобы они наименьшее время проставили на вашем контейнерном терминале. За счет чего же достигаются вот такие перемещения именно целевых контейнеров, чтобы не было нецелевых перемещений? В системе Axelotos есть модуль, это, соответственно, стратегии и алгоритмы отбора и размещения контейнеров. Соответственно, эти стратегии и алгоритмы позволяют при приемке контейнеров, при отгрузке и внутреннем перемещении разделять их, соответственно, на контейнерные терминалии и при погрузке на технику и на транспортное средство. Разделение происходит порожних, груженных контейнеров по отдельности, по статусам, годный, негодный, по экспедиторам, как и вначале говорил, по направлениям англоски, учет, настройка совместимости учитывается, чтобы в перемешке не стояли контейнеры, допустим, годные, негодные. Отбор контейнеров, уже тут мы говорим не про размещение, а про отбор, может осуществляться по FIFO, LIFO и с учетом партии контейнеров, это FIFO, LIFO. И так далее, различные, соответственно, учеты характеристик контейнеров, в том числе и кроссдок, перемещение этих контейнеров с учетом кроссдока, да, сортируется, перемещается контейнер для того, чтобы не было лишних перемещений этих контейнеров, когда уже, соответственно, у нас есть контейнер, необходимый на внутренней технике терминала, и можно его, в принципе, грузить на транспортное средство. Соответственно, система позволяет не делу промежуточных перемещений на контейнер, на терминал, а сразу выполнить перемещение с техники на транспортное средство, либо наоборот, когда приходит транспортное средство, можно с транспортного средства, это, допустим, с железнодорожной платформы, можно переместить, соответственно, сразу на технику терминала и отправить контейнер на склад или на производство для его затарки, растарки. Вот здесь как раз-таки учитывается вот эта минимизация холостых пробегов, как кранов, так и техники терминала, речтакеров, и учитывается также штабилированно, то есть учитывается, соответственно, расстановка этих контейнеров в штабе для того, чтобы, соответственно, были определенные размещения контейнеров, чтобы не было их перепада, да, и они не завалились на какую-то в ту или иную сторону, то есть система учитывает, какой сосед находится слева-справа от контейнера, по уровню, соответственно, на каком уровне штабеля, первом, втором, третьем ярусе, все это учитывает для того, чтобы формировалось именно правильное размещение по штабелям. На примере, соответственно, системы мы можем посмотреть, как это у нас выглядит. Соответственно, это у нас имеется стратегии, для этого у нас есть под системе процессы, раздел, в котором учитываются вот эти, соответственно, стратегии. У нас есть алгоритмы отбора, то есть различные алгоритмы отбора, в которых можно настроить систему так, как, соответственно, отбирались у вас контейнерами, например, допустим, на склад, на отгрузку и так далее. Вот этот механизм позволяет тонко настроить с учетом различных параметров, которые в системе ведутся, как по контейнерам, так и по площадке, да, соответственно, вести этот учет, и система позволяет минимизировать раскопки контейнеров, как раз-таки за счет того, что можно установить определенный порядок. Те контейнера, которые подошли под наш алгоритм отбора, можно установить порядок подбора этих контейнеров, как они будут подбираться для того, чтобы система их брала. Если они, допустим, все одинаковые по характеристикам, можно сказать, нас интересует дата раскредитации первая, потом, соответственно, по зоне мы хотим, допустим, из зоны досмотра брать, а потом только из зоны хранения. Потом мы хотим брать, соответственно, по ряду, по возрастанию и ярус, по убыванию. То есть мы хотим брать с верхнего яруса и потом опускаясь ниже, ниже, ниже. Вот за счет этого как раз-таки система и минимизирует раскопки, и минимизирует, соответственно, выполнение нецелевых перемещений контейнеров. Вот это тонкий инструмент, который позволяет, то есть это как умный дом, да. То есть вы настраиваете какие-то сценарии для того, чтобы выполнялось у вас перемещение контейнеров, и говорите, я хочу именно так, чтобы выполнялась система, понимает, что именно так будет выполняться, и так она и выполняет, как вы задали. Вот помимо, соответственно, алгоритмов отбора, да, для примера я могу показать алгоритм размещения, тоже в системе у нас существует. Можем посмотреть, как у нас выполняется, соответственно, настройка, в принципе, аналогичный алгоритм отбора, только здесь мы уже говорим, что мы хотим разместить контейнеры по каким-то определенным признакам, в какую зону мы можем указать, чтобы размещалось. Вот, и, соответственно, тоже порядок указать, именно в каком порядке их ставить, эти контейнеры, для того, чтобы их потом было легче отобрать, и, опять-таки же, минимизировать раскопку этих контейнеров, то есть алгоритм размещения отбора. Здесь они в сокращенности участвуют в том, что минимизируют раскопку за счет того, как вы правильно настроите этот порядок размещения отбора контейнеров. Вот, в системе это все прекрасно выполняется, вот, и можно это все настраивать, и система будет их обрабатывать автоматически. Следующее, то, что нас интересует, это хорошо, что мы алгоритмы размещения отбора все задрали, но для того, чтобы они в действие пошли, чтобы не выполнялось каких-то ручных, да, команд, оператора, либо мастера площадки, что я хочу переместить, да, мы говорим, в системе мы настроили, она знает, куда переместить, откуда-то брать, но для того, чтобы это все выполнялось в системе автоматически, для этого в системе есть события обработчики. Что из себя представляет события обработчики? Есть определенная подписка на событие, и в следствии чего, когда это событие осуществляется, система реагирует на это событие и выполняет обработчик, который выполняет, соответственно, какое-то формирование задач для мобильного клиента, например, да, то есть это может быть, допустим, выполнено, как в нашем случае мы рассматривали, выполнено предварительно осмотр контейнеров, произошло событие, мы можем настроить, что обработчик следующий, который же после выполнения предварительного осмотра, должен создать задачу на перемещение этого контейнера в зону финального осмотра. Либо выполнен финальный осмотр, пожалуйста, перемещи, этот контейнер перемести, пожалуйста, в сток. То есть это является каким-то триггером в системе для того, чтобы выполнялось по определенному событию, выполнение, чтобы вручную не заставлять выполнять какие-то действия. Система автоматически говорит, соответственно, сотрудникам терминала, что у вас есть вот такие задачи. Определенный статус – это полный цикл получается, что при выполнении определенной задачи, статус меняется задача, сразу происходит событие, регистрируется и выполняется следующая задача. На примере системы тоже я кратенько покажу, чтобы ваше время сильно не затрагивать. Мы тоже видим это в процессах, то есть подраздел «Процессы» есть у нас подписки на события. Как и говорил, у нас есть, допустим, пройден предварительный осмотр, мы хотим спланировать зону досмотра. У нас есть вот такая подписка. В этой подписке, соответственно, у нас настраивается, что тип событий – пройден предварительный осмотр. Мы говорим, что пройден, допустим, ячейки 106, именно на GD-пути 106. То есть не перемещать именно этот контейнер после осмотра, именно куда попало, а именно размещать его в ту зону контейнерной площадки, на которой находится GD-путь. Потому что, может быть, находиться так, что GD-пути находятся посередине площадки, а контейнерной площадки – правую, левую площадку и так далее. В системе все это регистрируется. В этих событиях можем указать, по какому статусу обработки этого документа. То есть различные параметры, так же, как и для алгоритмов отбора размещения, также можно настраивать и в подписках событий. Время обработки этих событий, что немаловажно, можно настраивать различные. То есть может сразу, как только событие наступило, либо по определенному графику, либо по истечении какого-то времени, допустим, чтобы какие-то события там произошли, система может отложить выполнение этого обработчика на какое-то определенное время для того, чтобы успели произвести операции, которые выполняются, допустим, вне системы. Это можно, соответственно, все сделать. В обработчиках событий, что немаловажно, настраивается именно в какой момент, допустим, вот у нас планировать размещение. Будет выполняться при начале исполнения задачи, момент создания задачи, то есть в момент захвата контейнера, либо заранее будет планироваться ячейка размещения, куда будет планироваться контейнер. Также выставляется приоритет, то есть все контейнера, которые прошли предварительный осмотр, они будут, соответственно, созданы задачи на перемещение именно с высоким приоритетом. Это приоритизация, соответственно, у нас тоже учитывается. То есть различные приоритеты вы можете поставить в системе, и для разных событий, для разных перемещений, на финальный осмотр или в сток, на технику вы можете задать различные приоритеты, которые нужны для того, чтобы отображать речь стайкера в списке на мобильном терминале. Он и видит, что у него есть приоритетная задача, более приоритетная, и будет ее выполнять. Если еще включено автоматическое, соответственно, назначение задач, то он в любом случае будет выполнять только самую приоритетную задачу. Это в системе настраивается и также настраивается именно по какой стратегии происходит размещение. И это как раз-таки мы посмотрели, соответственно, алгоритмы размещения. Мы их уже увидели. То есть здесь указывается, как должен размещаться контейнер, который, соответственно, должен выполняться при перемещении, при обработке событий, когда пройден предварительный осмотр. Все эти, соответственно, алгоритмы настраиваются. Вы можете делать какие-то алгоритмы активными, какие-то неактивными. Вы можете заранее их создать, но в какое-то время сказать, что да, вот этот алгоритм я сейчас не хочу учитывать, вы можете его отключить, и таким образом он у вас будет неактивен, то есть никак система на него будет не реагировать. То есть по какой-то причине, если он, допустим, вам настроен так, что сейчас он выполняет неправильное действие по системе, можете в любой момент его деактивировать. Следующее. По триггерам, да, обработчикам событий, понятно, да, то есть минимизация вот этих всех раскопок целевых-целевых примещений и для того, чтобы у нас техника передвигалась именно без холостого пробега, в системе как раз-таки хотел сказать, что осуществляется за счет вот таких два важных инструментов. Это стратегия, алгоритмы отбора и размещения и подписки на события, и обработчики, которые обрабатывают эти события. Вот, прекрасно. Вот. Помимо, соответственно, перемещения, да, приемки отгрузки к контрольной системе, можно выполнять вот такие виды грузообработки контейнера, да, помимо приемки отгрузки, это растарка и затарка контейнера. Вот. На многих терминалах используются, да, терминалы как для того, чтобы использовалось какое-то временное хранение, там у нас контейнеры отстаивались, да, но также выполняется их непосредственно участие в растарке и затарке. Когда приходят грузы контейнера, их нужно на складе, какой-то крытый склад может быть, для того, чтобы их, соответственно, растарить, либо затарить каким-то, соответственно, маниклатурным составом. Система Axelotos позволяет, соответственно, ввести учет операций по затарке и растарке контейнеров. Вот. Затарка и растарка контейнеров в системе Axelotos выполняется не просто так вручную, она выполняется по интеграции с WMS системами, да, то есть и в совокупности с ERP-системами. То есть у нас есть определенный заказчик-клиент, который говорит, я хочу контейнер такой, чтобы на этом контейнерном терминале мне, пожалуйста, я хочу продукцию из этого контейнерного терминала забрать. Да, для этого в системе, соответственно, создается в ERP-системе заявка от клиента, она приходит на склад WMS. Транс говорит, что я ожидаю приемку такого вот определенного материала, да, и, соответственно, WMS-система, зная о том, что этот материал находится в контейнере, она передает, это, соответственно, ожидаемую приемку передает именно непосредственно системе TOS. Система TOS находит у себя этот контейнер, выполняет, соответственно, заявку на растарку контейнера, да, по этой, соответственно, логике дальше в системе срабатывают обработчики, которые выполняют, соответственно, перемещение этого контейнера с этим товаром на технику, на тягач, допустим, выполняется доставка этого, соответственно, контейнера на склад, потом выполняется, соответственно, сама операция растарки, если для системы TOS это растарка, для системы WMS это операция по приемке этого контейнера, если мы говорим про затарку, это, соответственно, будет уже не приемка, а отгрузка товара именно со склада в контейнер. Дальше, когда этот контейнер у нас растарен либо затарен, обратно, соответственно, нужно его доставить на контейнерный терминал. Автоматически появляется на мобильном терминале уже у водителей техники терминал, это задача доставка обратно со склада с производством на терминал. И дальше, последнее, что это происходит, когда техника подъезжает, соответственно, с контейнером, который затарили либо растарен на терминал, автоматически появляется задача у кромщика, который выполняет это, соответственно, разгрузку этого контейнера именно в ячейке контейнерного терминала. соответственно в системе ТОС это тоже выполняется и соответственно выполняется за счет чего есть рабочий инструмент это рабочее место диспетчера контейнерной площадки и рабочее место автодиспетчера которые отслеживают все передвижения техники то есть здесь учитываются различные контроли по заданиям на затарку-растарку то есть мы видим какие задания номера их на каком поезде планируется их допустим отгрузить в какое направление отгрузить с каким собственником экспедитором и так далее то есть сколько на текущий момент в работе заданий сколько уже затарено по заданию либо осталось затарено вот все это система умеет учитывать и также может контролировать не только смену суточное задание но и контролировать перемещение техники вплоть до опознания того что он в какой соответственно на каких воротах склада допустим находится их техника что сейчас происходит именно с контейнером вот и с каким контейнером например из системы ТОС мы можем это просто посмотреть для этого соответственно в рабочем месте диспетчера КП у нас есть такой модуль это затарка да вот здесь мы соответственно видим наши все задания которые приходят в системы мы видим по заданию допустим в задании у нас 20 требуется затарить контейнеров из них затарено 4 один контейнер соответственно у нас в работе где-то он соответственно может быть и едет либо еще не едет и 15 чего осталось затарить также различные характеристики по смену суточного задания можем видеть это может быть и как и направление собственник экспедитор контейнеров какие типы контейнеров мы хотим затарить да вот эти заявочки все они приходят из системы ВМС который требует для того чтобы этот контейнер необходимо было затарить внизу соответственно нижняя табличная часть отображается непосредственно каждая заявочка на каждый отдельный контейнер ну допустим давайте мы можем соответственно создать данному контейнер заданию создать заявочку на затарку эмулируя действия по интеграции как это приходит из ВМС системы вот система говорит что создать заявочку мы говорим да создать автоматически у нас в рабочем месте авто диспетчера здесь уже вступает мы видим техника которая у нас передвигается сейчас по складу и видим вызовы этих затарок соответственно которые происходят системе вот мы автоматически видим что по нашему заданию на завод по трансконтейнеру шустром появилась новая заявочка вот и сейчас на ней нет никакой техники нет никакого контейнер терминала это новый вызов значит это нам система должна соответственно зарегистрировать события для водителя тягача как мы это видим мы можем зайти в мобильном клиенте под водительным тягачем выбрать тягач допустим выберем 658 говорим что с прицепом мы подъедем и с каким прицепом то есть прицепной оборудование обязательно автоматически у нас вот происходит уведомление водителя как будто мы сидели бы в кабине водителя тягача и мы видим что вот такое появилось задание пожалуйста нужно его выполнять если здесь будет несколько заданий они появятся еще несколько заданий но самое приоритетное задание всегда будет списке видно будет вверху автоматически вам водитель соответственно выбирают вот это задание ему система говорит вам нужно ехать на склад но сейчас для того что он ехать на склад вам нужно перемещение произвести на загрузку то есть у вас еще контейнера нет вам нужно произвести соответственно перемещение на загрузку этого контейнера вот соответственно выполняется автоматический система вот рассчитала, говорит, что вот к погрузке у вас есть вот такой контейнер, езжайте, соответственно, к ряду на контейнерной площадке LC222. Пожалуйста, туда водитель едет, вот он приезжает, нажимает кнопочку «прибыл», автоматически все вот эти перемещения в мобильном клиенте, видит автодиспетчер, то есть видит, что происходит сейчас ожидание погрузки, разгрузки, то есть водитель сказал, что я прибыл, должна выполниться погрузка контейнера и видит, какой контейнер должен погрузиться именно на этот тягач. В системе, соответственно, водитель у нас отметился, далее вступает у нас в работу рабочее место именно крановщика, то есть крановщик нам говорит о том, что я готов работать, вот так как у нас это левая площадка, соответственно, мы зайдем, допустим, под 103 краном, вот мы видим, что у нас появилась задача, она самая приоритетная, то есть помимо остальных задач на разгрузку с железнодорожного фронта, у нас есть задача вот на погрузку именно тягача. Как мы это определим? Кромахщик видит, что контейнерный терминал вот такими пиктограммами показано, что нужно выполнить на машинку, да, то есть нужно выполнить погрузку. На какой тягач? 658-й. Все. Эту задачу, соответственно, он выбирает, и ему нужно произвести перемещение. Для этого я опять-таки беру джойстики, не буду доверять это пока, соответственно, Сергею, да, все-таки опять-таки же выполнил перемещение контейнера сам. Вот. Мы прекрасно сейчас увидим, как это происходит перемещение, да, ну, то есть я уже показывал, да, вот происходит перемещение, то есть здесь мы едем уже за контейнером, который нужно погрузить на тягач для того, чтобы его затарили. Вот. Мы перемещаемся, соответственно, так вот происходит перемещение, все эти данные, они передаются с оборудования экрана, как только происходит перемещение крана. Либо это речстакер может быть, да, то есть он передвигается по площадке, тоже мы можем увидеть по GPS данным, что эти данные все меняются. Мы видим в любой момент не только водителя, соответственно, речстайкера экрана, и также мы в системе, а оператор тоже может увидеть, где находится, соответственно, та или иная техника, терминал. Дальше мы выполняем, соответственно, перемещение к нужному, соответственно, линии, где находится наш контейнер. Вот этот контейнер, соответственно, подсвечим нас вверху. Ну, вот мы видим, как только он красненьким цветом перестал у нас отображаться, видим, что зелененький подсветился. Да, пожалуйста, можно этот контейнер брать. Именно этот контейнер нужно для того, чтобы погрузить на этот тягач. Вот я взял этот контейнер, нам системы говорят, тягач стоит, соответственно, в ячейке LC222, нужно ехать туда. Вы видите, вот звуки, если вам слышно, тоже оповещают. Это оповещает именно водителя тягача о том, что сейчас, соответственно, начнется перемещение этого контейнера. И, пожалуйста, нужно будет покинуть транспортные средства. Я могу это отобразить, как это выглядит, соответственно, у нас в мобильном клиенте. В мобильном клиенте, соответственно, это у нас выглядит вот так вот. То есть вы видите, покиньте транспортные средства, нам система говорит водителю, пожалуйста, беги с тягача, с кабины, потому что сейчас будут тебе грузить контейнер. Соответственно, он выполняет выход из кабины. И дальше можем продолжить работу. То есть дальше я передвигаюсь на этом кране, я еду, соответственно, именно на тягач. То есть видите, что мне влево-вправо не нужно было передвигаться. То есть система рассчитала именно так контейнер, чтобы происходило минимальное, соответственно, передвижение крана, для того, чтобы не заставлять ездить его в какие-то другие ячейки. И водителю тоже нам подсказало, что нужно именно ехать туда, где будет минимальное перемещение крана, для того, чтобы затратить наименьшее время на перемещение этого контейнера. Соответственно, мы почти доехали. Чуть-чуть, соответственно, мы чуть-чуть ниже находимся со спрейдером. Вот так, примерно нормально. Все, пожалуйста, система говорит, да, можно этот контейнер ставить на тягач. Все, выполнено перемещение автоматически. Соответственно, задача у нас рабочего инвестика кранащика исчезает. И можем перейти в мобильный клиент, в котором видим, что у нас контейнер уже не к погрузке, а уже появилась кнопочка «Доставить». Пожалуйста, этот контейнер мы можем доставлять на контейнер, соответственно, на производство для того, чтобы либо на склад, для того, чтобы его затарили. Нажимаем кнопочку «Доставить». Все автоматически, соответственно, мы едем, доставляем. Как только приехали на ворота, вот, соответственно, мы можем нажать кнопочку «Выполнено». Дальше, соответственно, мы здесь выполнили перемещение. И, соответственно, мы видим автоматически, что у нас выполнено перемещение и ожидается затарка контейнера. В данном случае мы можем, соответственно, указать, что контейнер затарился, то есть симулирует действие уже не по вызову, а по затарке контейнера. Нажимаем «Затарку». Здесь у нас указываются все необходимые параметры. То есть это может быть, сколько, соответственно, затарено в этот контейнер масса груза, да, то есть масса брута может быть и массы нет. И, соответственно, дальше указаны номера «Заполу». Если этот контейнер пломбируется, то есть мы можем указать, что он запломбирован. Вот, соответственно, таким образом выполняется затарка контейнера. Вот, нажимаем «Провести этот документ». Автоматический водитель, как вы слышали, тоже уведомляется о том, что затарка завершилась. Вот, и, соответственно, появляется кнопочка «Доставить». Мы можем доставить контейнер, вот, и, соответственно, выполнить перемещение дальше. У нас ожидается осмотр контейнера, видный так. Вот, мы можем, соответственно, выйти с водителя тягача, да, и посмотреть, как у нас, соответственно, выполняется осмотр после затарки непосредственно контролером. Вот мы видим, что приехал тягач с таким прицепом, с каким контейнером, прекрасно видим. видим все эти характеристики этого контейнера, с каким товаром и говорим, какой на нем номер ZPU. То есть на мобильных устройствах у вас может быть, соответственно, сканер штрих-кода, где вы можете, соответственно, ввести, то есть если вводите, соответственно, штрих-код правильный, то система говорит, да, именно этот верный, соответственно, номер ZPU. Все, нажимаете «Подтвердить», все автоматически, эта задача выполнена, и, соответственно, можем уже зайти в водительный тягача и увидеть, соответственно, нашу задачу, то, что можно ехать перемещением на терминал выполняться. Все, как только мы, соответственно, перемещаемся на терминал, выполняется, соответственно, его разгрузка контейнера уже непосредственно крамячиком, либо речестайкером, в принципе, уже показывали, как это выполняется, То есть здесь выполняется уже непосредственно обратная, соответственно, разгрузка именно с техники терминала. По затарке вот такой процесс по отслеживанию, соответственно, мы посмотрели. Дальше следующее, что нас будет интересовать, это то, что, соответственно, в контейнерном терминале и в системе Axelotos у нас помимо учета контейнеров, также можно выполнять это учет насыпных грузов, также могут быть, соответственно, это генеральные грузы и могут быть какие-то негабаритные грузы, roll-on, roll-off. Система также позволяет все это учитывать. Для этого в системе у нас есть определенный модуль по учету перевалки насыпных грузов, где можно по заявкам от железнодорожных линий учитывать планирование подач, учитывать качественные и количественные показатели грузов, да, то есть какие-то параметры, выполнять, соответственно, лабораторные анализы, учитывать партии этих, соответственно, сырья, вот, и интегрироваться с весовым оборудованием. То есть система у нас это позволяет учитывать за счет таких документов, как заявка на перевалку сырья, которые можно выполнять, и, соответственно, это можно выполнять перегрузку как железнодорожных вагонов, так и на морские судна грузить насыпные грузы. В системе это все учитывается и также ведется. То есть позволяет учитывать не только по обработке, приемке, отгрузке контейнеров, но также, повторюсь, это насыпные, перевалочные грузы, негабаритные и так далее. Следующая система, что нас будет интересовать, по-моему, таких основных объектов, да, контейнеры и транспортные средства, техника, насыпные грузы, так далее, это сотрудники, да, по сотрудникам терминала тоже у нас выполняется как отдельные маниклатурные позиции, это сотрудники терминала, по ним тоже ведется различный отчет характеристик, можно им назначить, в какой смене они будут работать, по какому графику работать, какая роль у сотрудника, чтобы у него, допустим, на мобильном терминале отображалась только, допустим, задача именно только для предварительного осмотра, да, либо наоборот, чтобы приема с датчиками видел, допустим, только, соответственно, осмотр финальный. Вот. И, соответственно, по всем задачам, которые выполняют приемы с датчики, либо водители, речестакеров, кранов, соответственно, в системе ведется учет по выполненным операциям. Вот. Учет по этих выполненным операциям мы видим, как на данном слайде, что можно видеть, во сколько началась смена, дата активации задачи, дата начала выполнения задачи, дата, когда она завершилась в выполнении задачи, какую исполнитель выполнил. Вот. Это, соответственно, эти данные учитываются, и самый главный показатель — это сколько выполнялось время по выполнению этих перемещений, то есть учитывается, сколько затрачено время на выполнение той или иной задачи тем или иным исполнителям, сколько эта задача даже простаивалась. То есть она в системе была создана для выполнения, ну, по какой-то причине. Дальше, соответственно, вот этот отчет и позволяет уже системе разобраться, почему же эта задача выполнялась вроде быстро, но она простая, и ее почему-то не выполнилась. Также можно задать и норму по времени выполнения для того, чтобы оценивать время выполнения задачи по нормам. Уложился сотрудник в выполнении этой операции, либо не уложился, да. Все это система позволяет учитывать и предоставлять данные как для руководства контейнерного терминала, так и для обычного, соответственно, сотрудника, который, соответственно, непосредственно имеет доступ для отслеживания всех качественных показателей выработки сотрудников. Вот. Следующее, что хотели сказать, такие вот уже у нас пошли дополнительные модули, такие, которые зачастую как бы имеются в нашей системе, и в других системах, да, но у нас, соответственно, модуль такой как бы фишечка, да, то есть это билинг услуг. Многие контейнерные терминалы предоставят услуги по обработке контейнеров и грузов, да, на терминале. Для этого в системе у нас вот есть такой гибкий механизм, который позволяет учитывать услуги. Вот. Услуги можно задать различные, то есть могут услуги по хранению быть, по перемещению внутреннего, внутри терминала, по приемке, отгрузке, можно по различным договорам. То есть для одного, соответственно, контрагента можно задать определенный тариф, именно что услуги будут стоить именно такую сумму стоимости, а для другого контрагента, соответственно, стоимость и набор услуг будет немножечко меньше, да, будет, допустим, две услуги каких-то быть. Либо тарифы тоже могут отличаться, то есть, допустим, может быть, зимний тариф. В зимнее время, соответственно, это учет услуг и тарификация их по одному тарифу, а, соответственно, в летнее время будет тарификация их по другому тарифу. Система, соответственно, этого учитывает, автоматически рассчитывает. То есть по всем документам, которые мы выполняли, да, вот сейчас приемка, перемещение контейнера, затарка, растарка, система автоматически по всем статусам этих документов сама, соответственно, рассчитывает эти показатели. Давайте на примере нашего, соответственно, модуля Аксилотоз биллинга, посмотрим, как это выполняется. Вот, соответственно, у нас есть модуль биллинга, вот, соответственно, здесь у нас есть услуги терминала, про которые он говорил, регистрируется, по каким декам документов будет это все, как я сказал. И вот у нас есть, соответственно, расчет услуг, то есть расчет услуг для того, чтобы автоматически, для того, чтобы рассчитал, в системе просто необходимо создать документ, да, ввести какой-то там период, за который мы хотим, да, допустим, ну, за декабрь текущий, мы хотим по контрагенту, допустим, Евросибу, по основному договору, мы можем увидеть, что в этом договоре у нас есть услуга хранения именно 40-футовых контейнеров. Вот, хорошо, прекрасно. Мы хотим для того, чтобы система вот за этот период нам рассчитала. Все, нам необходимо просто выполнить проведение документа, провести, да, все, автоматически система у нас рассчитает все эти услуги. Как мы это увидим? Мы в движении документа можем увидеть, что вот у нас зарегистрировались вот такие услуги по хранению по какому контейнеру, по какому документу, в какой валюте, стоимость их и, соответственно, сумма. Мы все это видим. Но для того, чтобы посмотреть более оперативно, более наглядно и удобно, у нас, соответственно, в пилинге есть отчеты по оказанным услугам. То есть мы можем выбрать за этот год также наш контрагент, допустим, Евросиб, и сформировать, посмотреть, какие, соответственно, услуги предоставлены этому контрагенту, выставить счет именно на какую сумму, соответственно, произвелась расчет услуг для этого контрагента. Если мы хотим по всем контрагентам посмотреть, да, выбираем все и можем увидеть по всем контрагентам. То есть здесь может быть, как Евросиб, ЛГПР, как в данном случае. То есть не только хранение, а чистка платформ может быть. Вот все эти услуги в системе учитываются и позволяют вам выставлять счета и услуги для того, чтобы вы платили ваши клиенты. Думаю, по биллингу здесь понятно. Ну, то есть я правильно понимаю, что мы можем, кроме услуг, которые фиксируются в автоматическом режиме, еще и добавлять какие-то услуги, которые мы будем фиксировать вручную. Да, вручную. То есть это есть услуги, которые не по документу. То есть вне системы выполняется, допустим, очистка платформы, как в данном случае показывал. То есть здесь производится какая-то очистка от листьев, снега, да. То есть можем зарегистрировать эту услугу отдельно и сказать, что вот у нас произвелась какая-то очистка, либо там какие-то ремонтные услуги по контейнерам, да. То есть произвелся ремонт контейнера. То есть тоже можно это зарегистрировать как отдельную услугу и предоставить ее не в автоматическом режиме, а именно непосредственно точечно. Все это позволяет систему выполнять. Следующее, что из наших фишечек, да, как мы речь уже завели про биллинг, у нас в системе есть такой инструмент по топологии терминал, в принципе, он для всех систем управления контейнером терминалом. Этот инструмент важен и очень актуален. За счет этого визуального инструмента, да, мы можем видеть всю ситуацию, которую на площадке решили в реальном времени, то есть как у нас, соответственно, находится размещение контейнерной площадки по зонам, какие контейнера сейчас находятся в этой зоне. Вот, мы можем посмотреть вид этого контейнера не только сверху, можем посмотреть вид снизу. Посмотреть можем даже детальную информацию по заполненности этой площадок, то есть на сколько процентов эта площадка заполнена, сколько контейнеров по размеру, по вместимости процентов заполнения площадки у нас сейчас там присутствует. То есть вот этот контент-терминал позволяет организовать адресное хранение, настройку зон, ячеек. Возможно даже здесь заблокировать какие-то ячееки. То есть на данном слайде присутствуют черные такие у нас черным цветом подсвеченные линии. Это значит, в данном случае они, соответственно, у нас заблокированы. Для того, чтобы не выполнялось у них какие-то перемещения, размещения. Также можно это редактировать, этот терминал. То есть можно выполнять какие-то данные по перемещению. Можно видеть вид сверху или вид сбоку. Давайте посмотрим, чтобы наглядно я вам показал, чтобы это не было как на картинке. Посмотрим, как это на плане терминала у нас отображается. Соответственно, мы видим вот такой план терминала. Пожалуйста, он у нас присутствует. То есть по любому контейнеру мы можем посмотреть, какая ситуация. То есть найти какой-то контейнер, который нас интересует. Вот здесь вот. И у нас автоматически в системе отобразится, где он находится. То есть мы видим здесь не только вид, соответственно, сверху, но видим вид сбоку. То есть мы можем посмотреть, на каком ярусе все-таки находятся нас интересующие контейнера. Также видим, соответственно, вот по заполнению площадок, да, где находятся, соответственно, наши контейнера, насколько заполнена площадка нашей системы. То есть можно редактировать систему, как я говорил, загрузить схемы, нажать «Редактирование» и можете выполнять различные, соответственно, добавления различных стоков, перемещения стоков. Допустим, мы хотим переместить какой-нибудь сток. Допустим, вот ЖД-пути нам тут мешают, мы можем их переместить. То есть можем нацелиться и переместить, куда нам нужно, да, то есть перемещаем, либо какой-то добавить сток. В системе тоже это возможно. Допустим, мы хотим добавить вот сюда сток следующий. Так, где меня тут настройка? Добавить сток. Настройка линии, строка цветов. Да. Вот, добавить сток. То есть можем выбрать, допустим, сток LDS, вот, и нажимаем «Добавить». Вот, автоматически у нас этот сток появился, появился и на схеме у нас уже отобразится. Вот. И, как только мы сохраним схему, мы обдаем остатки, мы увидим на этом, соответственно, стоки, какие у нас присутствуют остатки. Вот, пожалуйста, вот у нас добавлен наш сток, мы видим, что в нем присутствуют даже какие-то контейнеры, есть какие-то даже заблокированные ячейки, которые тоже черным цветом подсвечены. Вот. При нажатии на любой контейнер мы, соответственно, автоматически видим, да, на каком ярусе он стоит. То есть мы видим, соответственно, всю информацию о том, как он находится не только в разрезе сверху, но и снизу. Вот. Это что касается контейнерного терминала, в принципе, посмотрели, да. Думаю, инструмент очень полезный для управления контейнерным терминалом. Вот. Следующее, что мы поговорили, это промышленное, соответственно, мобильное устройство, да, вы видите, что есть тут наш партнер, наш, соответственно, представитель, это Зебра, да, который нам предоставляет оборудование, которое за многие годы показало свое качество, да, и мобильный клиент Аксилота Тоса, да, как на платформе Андроида, так и, соответственно, за счет предоставления по веб-интерфейсу, доступа к системе позволяет, соответственно, в нем, соответственно, учитывать мобильные операции, то есть наш, соответственно, мобильный клиент поддерживает такие промышленные платформы, да, еще раз повторюсь, как Андроид, обеспечивает корпоративную безопасность, поддерживает режим работы не только в режиме онлайн, да, то есть по какой-то причине может потеряться связь, где неустойчивое соединение, есть какие-то слепые зоны на контейнерном терминалах, да, то все данные в системе, они сохраняются, да, и как только появилась какая-то связь, соответственно, с системой, эти данные автоматически по интеграции передаются и, соответственно, синхронизируются с основной системой Axelotos, вот, то есть возможен режим работы и оффлайн, периодически, да, при отсутствии связи, также поддерживает различные форм-факторы, то есть, может быть, вот как в данном случае у нас разверстка по горизонтали, может быть, по вертикали, да, различные размеры, форм-факторы, вот, и наш клиент разработан, как на языке 1С-подприятия, вот как у нас рабочее место, экранщика, мы видели, это все разработан модуль на 1С-подприятии, и видели мобильный клиент, это водитель тягача и прием из датчики, этот клиент мобильно разработан у нас именно, был на системе Android и на языке Java, вот, соответственно, эти все мобильные клиенты имеют открытый код, их можно, возможно, модифицировать собственными силами, и эти все инструменты предоставляем, с учетом корпоративной безопасности, предоставляем вплоть до исходного кода, да, если, соответственно, требуют такие, соответственно, заказчики. Если требуют заказчики, мы, соответственно, предоставляем полностью открытый программный код, что позволяет редактировать механизмы, с помощью которых вы работаете, или, соответственно, дополнять их чем-то и так далее. Мобильные устройства вот эти позволяют работать в различных режимах, да, условиях, то есть в различных температурных режимах, там, от каких-то плюсовых максимальных значений до минусовых, вот, они имеют, соответственно, такой немаленький вес, то есть вживую я их тоже видел, щуп, вот, и, соответственно, работать могут не только какие-то условия там по температурам, но также в дождь, в снег, там, в пыли, в бурю, то есть все это обеспечивает, спасибо компании Zebra и то, что предоставляет такое оборудование, и наш мобильный клиент отлично с этим оборудованием справляется. Вот. Следующее, что я хотел бы сказать, это про интеграцию нашей системы к силутосису, внешней системы, да, мы умеем интегрироваться с различными системами, это ERP, WMS, CMS, различные системы управления железнодорожными линиями, да, по системе позиционирования техники, то есть в нашем, соответственно, программном продукте эта интеграция осуществляется, и давайте посмотрим на примере, как у нас, соответственно, это выглядит, соответственно, интеграция этих сообщений, да, как ее, соответственно, настраивается, отображается, то есть мы видим, что у нас есть вот такой инструмент, который показывает, какие есть очереди исходящих сообщений, то есть мы видим по каждому документу, да, во сколько произошло какое-то событие, обработано оно или отправлено, да, задание, вот, и что это событие у нас отправилось. Также мы вытравляем их сообщения по классу, уже типом сообщений, мы можем интегрироваться с различными системами и понимать, что у нас данное сообщение еще ожидает отправки, либо уже отправлено, да, и что за это сообщение такое, то есть есть краткое описание, чтобы не вдаваться в такую логику разработки, да, программиста, да, мы можем оперативно видеть, что же это сообщение, для чего оно предназначено, я надеюсь, тонко отслеживать, какая интеграция выполняется, но в крайнем случае можно зайти в само сообщение, уже тут для разработчиков, администраторов системы, видно все данные, которые находятся именно в этом интеграционном сообщении. Все их можно отслеживать, также и по очереди входящих сообщений, тоже это все отслеживается, то есть у нас в системе регистрируется все по классам событий различным, то есть есть им сообщения, и они подсвечиваются в каждое сообщение в определенном статусе, если у нас успешная обработка, будет зелененький цвет, да, вот если ошибочная обработка, будет красненький цвет, желтенький, да, некорректные какие-то данные, то есть вот такой определенный светофорчик тоже в системе учитывается, вот как в данном случае интеграция системы TMS, вот, мы можем посмотреть, даже зайдя в каждое сообщение, что же за некорректные данные, нам система сразу же автоматически показывает, какие данные некорректные, и мы сразу же понимаем, анализируем, почему это сообщение у нас, входящее, по той или иной причине обработалось, но некорректными данными, и также, как и по сходящим сообщениям, можем видеть весь состав входящих сообщений в коде и, соответственно, XML, да, для разработчика, вот, по настройкам по системе интеграции можете настраивать очистку этих сообщений, то есть их может приходить определенное большое количество этих сообщений, для этого в системе, соответственно, у нас есть модуль, который позволяет их с периодичностью какую-то определять длительность хранения сообщений, чтобы лишние сообщения не хранились, системы не нагружали базу, да, потому что она так сильно в итоге со временем, спустя там 10 лет, там не росла у нас, вот, по настройкам обменам можно обмениваться Это как системный САП, так и с различными системами. То есть настройка позволяет для каждой подсистемы настраивать определенные коннекторы, по каким коннекторам будет отправляться на те или иные сообщения. В системе все это учитывается и настраивается, и регистрируется. Это то, что хотел показать по интеграции системы. Есть модуль, который позволяет все эти сообщения, входящие и сходящие, отслеживать, анализировать, понимать. Что касается интеграции системы позиционирования техники. Такая интеграция у нас осуществляется. Есть у нас специально разработанный шлюз компании TCP Axelot. Это специальная программа с печеньем, которая разработана компанией Axelot. Она имеет внешний интерфейс и позволяет отправлять на оборудование запросы, для того, чтобы оборудование предоставляло нам данные по таким данным, как координаты. То есть где находится данная-то или иная техника на терминале по X, по Y, по Z. То есть по длине, ширине, высоте. И также может передавать статусы механизмов различных. То есть замки могут быть закрыты, открыты, в работе, остановлены. Даже передаваться вес контейнера, что немаловажно. При захвате контейнера система будет передавать, какой вес этого контейнера у вас сейчас в данный момент присутствует на технике терминала, на спределе. Система у нас таким вот нормальным образом организована. То есть позволяет вот этот модуль с учетом интеграции с такими системными оборудованиями Сименскими, различными преобразователями, которые преобразуют сигнал в TCP, IP. Эта система вся взаимосвязана и передает эти данные по интеграции. На примере, как уже выглядит, я могу показать. У нас есть в системе такой модуль, как RMG. То есть у нас есть данные по кранам, которые мы можем посмотреть, что же происходит с кранами, какие данные передает эта система позиционирования по интеграции. В данном случае мы здесь видим несколько кранов. Можем зайти в любой кран и посмотреть данные, какие передаются текущие последние данные. Мы видим, что кран находился вот в таких координатах X или Z. Замки у него сейчас в последний раз открыты. Можем посмотреть всю историю. То есть какие передвижения происходили этого, соответственно, крана техники терминала и в какой момент замки были открыты, закрыты. То есть все это можно посмотреть данных по контролеру, который происходит по интеграции из оборудования этой краны. И также можно посмотреть по действиям контролеров. То есть можно посмотреть, какие действия выполнялись. То есть на данной точке, именно в данной ячейке происходило, допустим, взятие контейнера. Можно посмотреть не только, что происходило в взятии и опускании контейнера, но и какой контейнер, соответственно, именно был захвачен в той или иной ячейке, в той или иной координате в данный момент времени. И можно посмотреть, когда это происходило, время действия. То есть система все это регистрирует. и автоматически те задачи на перемещение, которые выполняются в системе этого документа, они вот по этим данным, соответственно, из оборудования, техники, по интеграции поставят систему, и уже вручную не нужно выполнять какие-то операции, все это по интеграции, взятие и захват контейнера выполняется, и автоматически документ задач на перемещение просто выполняется. То есть, и как я показывал, действия никакие по нажатию на мобильном клиенте на терминале сбора данных делать не нужно, просто нужно выполнить непосредственно свои действия на джойстике, да, что я не доверил Сергею. Вот, и система все это зарегистрировала, захват это взятие контейнера, отбор контейнера из ячейки, положить контейнер, это, соответственно, будет размещение контейнера. Все это выполнится в системе автоматически. Вот, это что касается системы позиционирования кронами, вот, и техника терминала, то есть это оборудование можно поставить на всю технику, которым можно будет выполнять какие-то у вас перемещения контейнеров, грузов на терминале. Вот, и, соответственно, слайд, который нас будет интересовать на текущий момент, это автоматизация контейнерного терминала Сибур. Вот, соответственно, у нас клиент компании Сибур был, и, соответственно, мы автоматизировали систему для контейнерного терминала в городе Тобольске, это запси по нефтехим предприятиям, вот, на которые недавно даже приезжал наш президент Российской Федерации Владимир Путин. Вот, мы гордимся именно таким, соответственно, клиентам нашего Сибур, потому что большой опыт они предоставили нам как по автоматизации системы Сибур, вот, вот, так, и думаю, что мы им тоже предоставили наш опыт по нашей логике системы, работы системы тоже для этого клиента. Вот, значит, вот, какие, соответственно, особенности этой автоматизации. На данном терминале выполняется, соответственно, не просто выполнение хранения каких-то терминеров, это производственное терминало, то есть есть завод, который выполняет непосредственно выпуск продукции определенной, и для того, чтобы этот продукт доставить определенного заказчика, нужно ее, соответственно, затарить в контейнера. Вот, то есть высокая оборачиванность контейнера на терминал. То есть на каждый день оборот контейнеров на терминал составляет порядка 200-300 контейнеров в сутки. Да, то есть они зачастую не застаиваются, вот, и для того, чтобы повысить вот эту оборачиванность контейнеров, они выбрали, соответственно, систему X-LOTOS, которая позволяет за счет вот этих автоматизированных модулей по сокращению холостых ходов пробега техники и минимизации раскопок, и, соответственно, организовать контейнер-терминал. Была произведена в данном проекте интеграция с такими системами, как АСУ грузоотправителя, система, которая передавала дислокацию платформ, все, то есть данные о том, где находится платформа, на какой станции, плюс данные по ИТРАНу, то есть в дате раскредитации, все они передавались данным в систему АСУ-ЛОТ. Дальше система АСУ-ЛОТ их принимала и могла за счет того, что видела эту дислокацию, запланировать подачу этих платформ, выполнить, соответственно, погрузочные-разгрузочные работы с этими платформами и так далее. Также была выполнена интеграция системы САП-ТМ, то есть это система, которая непосредственно плотно работает с экспедиторами, контейнеров морскими линиями, железнодорожными линиями, то есть она предоставляла все данные о том, а по контейнерам какие же все-таки это экспедиторы, собственники, да, и, соответственно, в свою очередь система САП-ТМ уже сама планировала к букинге, да, соответственно, планировала погрузочные-разгрузочные работы с морскими суднами, да, а система АСУ-ЛОТ просто передавала, что эти контейнер-терминалы сейчас, они к вам прибудут, либо от вас эти контейнерные терминалы к нам приходят, то есть была обратная интеграция, мы говорили о том, что эти контейнеры на контейнерные терминалы в системе АСУ-ЛОТОС именно разгружены, они имеются на площадке, есть какими характеристиками, годные, негодные и так далее, затаренные или не затаренные, то есть порожные загруженные, тоже эта система АСУ-ЛОТОС передала в систему САП-ТМ, транспортную логистику, все эти данные передавались. Немаловажная интеграция этой системы САП-ЕРП, да, EVM-ЕРП, как мы так почти их объединяем, вот, соответственно, это сам модуль затарки, да, то есть непосредственно за счет того, что интеграция системы САП-ЕРП, система АСУ-ЛОТОС помогла получать сменосуточные задания и давать задания на контейнерную площадку для того, чтобы контейнеры переместить на производственные склады и выполнить их непосредственную затарку. Вот это все отслеживание всех статусов грузообработки контейнеров, поехал он погружен на тягач или не приехал, вот, затарен, не затарен, вернулся он на терминал, осмотрены у него пломбы или не осмотрено, погружен он на железнодорожную платформу для отгрузки, готов он отгружаться, а с контейнера на тягач нет, все эти, все статусы, все действия интегрировались в систему САП-ЕРП. И также, соответственно, интеграция системы позиционирования техники, это система позиционирования экранов, в принципе, это вот одно из таких уникальных новшеств нашей системы, которые позволили за счет вот этой системы позиционирования экрана минимизировать действия по перемещению и выполнению на мобильных устройствах, на мобильных терминалах данных, чтобы минимизировать какие-то нажатия и выполнение действий с сотрудниками контейнерного терминала, чтобы это выполняла именно система позиционирования. Вот интеграция была произведена с этой системой позиционирования экранов, экранов там 4 штуки, это на запсихе нефтехимии, и также было произведено тиражирование системы, то есть мы внедрили систему не только на один контейнерный терминал, но и на второй контейнерный терминал, это предыдущая забота, он уже давно там существует, Сибур, Тобольск. Вот, там же, соответственно, эта система у нас также существует, как всего, от ТОС, также работает, и, то есть мы в одной системе можем учитывать остатки и все перемещения действий по затарке и растарке не только на одном контейнерном терминале, но и на втором. То есть система позволяет одновременно в одной системе в базе данных вести учет по низким контейнерным терминалам. Вот. Это, в принципе, вот, хотел сказать по автоматизации контейнерного терминала Сибур. Замечательный наш клиент, думаю, подробно рассказал. На моем, в принципе, речь тут заканчивается. Спасибо за предоставленную возможность еще раз. Надеюсь, коллеги и уважаемые слушатели вебинара, вам понравился наш программный продукт и все возможности, которые мы вам сегодня продемонстрировали. Спасибо за внимание. До свидания. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok